Всем привет! С вами Megabzor.com. На прошлой неделе мы знакомились с возможностями нового чипсета Intel B360. Сегодня в центре внимания будет самый младший чипсет Intel H310, пришедший на смену H110. Изучать будем на примере материнской платы Biostar H310MHD Pro. Она в скором времени появится уже в российских магазинах. Вместе с материнской платой покупатель получает два SATA кабеля, заглушку для корпуса, диск с программным обеспечением и руководство пользователя. Как и в случае с Intel B360, явного прорыва H310 не наблюдается. Из нововведений поддержка Intel Wireless AC и новое процессорное гнездо под процессоры Intel Coffee Late. Отличием от Z307 стало уменьшенное количество линий PCI-Express с 24 до 6. Отсутствие USB 3.1 Gen 2 уменьшили USB с 14 до 10 и SATA с 6 до 4. Из менее заметных нет поддержки RAID. В системах, заточенных под выполнение рабочих задач, настольных домашних компьютерах и медиасистемах, все это будет не ставить пользователя перед видимыми ограничениями. Здесь, конечно же, от Intel ждать чудес не стоит. Чипсеты разграничиваются между собой под разным сегментом. И выбираться они должны под заранее выбранный круг требований и задач. Выполнена Biostar H310MHD Pro на печатной плате темно-коричневого цвета. Выполнена она 4-факторе Micro-ITX. Ее можно рассматривать для установки в компактные корпуса. Принадлежность к недорогому сегменту отразилась на отсутствии радиаторов охлаждения на цепи питания процессора. Из-за ограничений по линии PCI здесь не стали распаивать M.2 коннектор, сохранив традиционный набор из 4 SATA 3. Его наличие и активное использование ограничит пропускную способность. Все четыре разъема расположены вертикально. Они распределены группами по два разъема в каждый. Питание подается через двухчетырехпиновые и четырехпиновые разъемы. Для подключения вентиляторов доступны только два четырехпиновых разъема. Оба расположены над сокетом. Есть возможность подключения USB 3.1 Gen1 и USB 2.0 на фронтальной стороне корпуса. За оба отвечает сам чипсет. Доступны два слота под оперативную память DDR4. Здесь также есть ограничения на частоте 2666 МГц. Двухканальный режим работы поддерживается. Пассивная система охлаждения Biostar H310MHD Pro представлена одним радиатором, установленным в чипсете. Крепится при помощи пластиковых замков. Отмечено наличие специального нано-покрытия на радиаторах, повышающих эффективность отвода тепла. Доступен один PCI-30X16 и два PCI-20X1. Подключение видеокарты будет задействовать все свободные линии PCI-30 от процессора. За сетевое подключение отвечает гигабитный Realtek 8111H, дополненный защитой SuperLAN Protection, предотвращая повреждения от статического электричества и разрядов молнии. Звуковая подсистема построена с контролем Realtek 887. Это восьмиканальный HDR-кодек. На тыльную панель выведены PS2, VGA, DVI, HDMI, 4 USB 2.0, 2 USB 3.0, гнездо RG45 и три аудиоразъема. Светодиодных индикаторов, постэкрана, дополнительных кнопок и подсветки на этой модели нет. Для настройки платы компонентов предлагается графический BIOS. Он разделен на экран вывода данных по мониторингу и расширенные настройки. Интерфейс интуитивно понятный и содержит необходимые опции по запуску системы. Конечно же, возможности разгона процессора ограничены. Для памяти максимальная частота задана отметкой 2066 МГц. Даже если купите планку, например, на 3000 МГц, частота будет ограничена. Вы можете работать только с таймингами. Мы тестировали эту плату с процессором Intel Core i5-8400 и Intel Celeron, самый младший. Его также мы детально изучим уже в ближайшее время. Подводя итоги, BioStar H310MHD Pro станет хорошей основой для сборки домашнего или офисного компьютера. Основной ее достоинств заключается в невысокой стоимости. Это же, конечно, отразилось в частности на отсутствии радиаторов на цепи питания процессора и ограниченном количестве колодок для подключения вентиляторов. Возможно, пользователь может не устроить отсутствие M.2 и только два слота под оперативную память. Но опять же, с учетом позиционирования этого чипсета, вполне оправданно. Нам понравились наборы разъемов на интерфейсной панели, ряд фирменных технологий и надежная элементная база. BioStar H310MHD Pro – та самая плата, про которую вы часто говорите в комментариях. Здесь минимум маркетинга и все по делу. С удовольствием обсудим эту материнскую плату с вами, ребят. Всем спасибо и пока-пока.